Доброго дня, дорогие телезрители! Сегодня 4 июля, вторник, и как всегда мы рады приветствовать вас на телеканале Акжаик в передаче Куншуак. Желаем всем замечательного настроения. Пусть этот день подарит много радости, приятных встреч, шикарных возможностей, чудесных моментов и только теплые отношения с окружающими. После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 Среди уральской молодежи популярность этого танца возрастает год от года, о чем свидетельствуют мероприятия разного уровня, проводимые в городе, создаваемые группы в интернете и число фанатов этого танца. Не каждый сможет сделать подобные элементы, зато каждый может полюбоваться этим зрелищем. И у нас сегодня в гостях Дагаров Сагандык, представитель молодежного объединения Мастер Дэнс, Кинжигалиев Нурлан, заместитель молодежного общественного объединения Мастер Дэнс и ваши ученики Масолитин Радмир, Би-Бой Рэнш Кабанкин Дима, Би-Бой Димон, Дагаров Тимирхан, Би-Бой Бентен и Дагарова Зияра Зира, Бигео. Добрый день! Добрый день, здравствуйте! Очень рады видеть вас в нашей студии. Очень рады. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о себе, как вы начали заниматься танцами, с каких лет вы занимаетесь. Все хорошо. Уважаемые граждане, гости города, мы приветствуем вас в школе брейк-данса Мастер Дэнс. Значит, мы основаны в 2000 году, наша организация уже 23 год. На протяжении 23 лет мы провели очень много мероприятий, около 200 мероприятий, где были задействованы дети от 6 лет и старше, ну и взрослые. Проводили также городские соревнования, областные и чемпионат Казахстана и России. Дело в том, что мы сами прекрасно понимаем, что мы, как молодежно-общественное объединение, всегда надеемся на поддержку местных органов, спонсоров, меценатов. И я думаю, что уже 23 год, мы двигаемся только в правильном направлении, потому что все понимают, что нужно развивать нашу молодежь, здоровый образ жизни мы делаем через танцы. Любовь к сцене, чтобы они себя чувствовали очень хорошо, чтобы им было приятно, когда они танцуют, чтобы окружающие ими любовались. И вот эта энергия, она шла как бы от них к зрителю и от зрителей к ним же. Вот. Ну, в принципе, да, брейк-данс – это не самый легкий вид танца, но, по крайней мере, он затягивает зрелищностью, своей скоростью. То, что каждый человек, он индивидуальный в брейк-дансе. Допустим, 10 человек могут один и тот же элемент сделать, но каждый сделает его по-своему. И у каждого будет смотреться уникально, интереснее. Вот. Ну, в принципе, наша, это основная задача, я говорю, нашей школы мастер-дэнс – это для того, чтобы наши дети в нашей области, Западной Казанской области развивались, танцевали, получали от этого максимум удовольствия. И, естественно, когда они окружают именно своим вот этим танцем, естественно, родители очень к этому, как объяснить? Очень радуются за своих детей, да, и когда, допустим, после каждого мероприятия, когда родители пишут в чатах огромную благодарность под постами, пишут то, что действительно у них ребенок. Ну, мы, в принципе, для этого и делаем конкурсы раз в квартал, чтобы для того, чтобы сам даже ребенок понимал, как он развивается, насколько, какой уровень у него поднялся, допустим. Нужно ли потянуть где-то. Да, допустим, и, естественно, мы это все стараемся снимать на видео, наш YouTube-канал Мастер-дэнс Уральцик, поэтому все чемпионаты вылаживаем туда. Огромное всем спасибо спонсорам, которые помогают нам в развитии детей, они все понимают, что нужно это делать, пусть не в таких крутых масштабах, но, по крайней мере, делают что-то. Поэтому мы выражаем от своего лица, от нашей школы огромную благодарность тем, кто влаживается в нас и понимает то, что, да, действительно, мы делаем только хорошее дело. Что нужно развивать нашу молодежь, чтобы она не просто сидела в компьютерах дома, в телефонах, а чем-то увлекалась, спортом. Сейчас это проблема 21 века, то, что, да, действительно, сейчас детей очень тяжело куда-то затянуть, вы сами прекрасно понимаете. Сейчас, как бы, если сравнить мое детство, допустим, у нас не было такого прямо сильного изобилия разных кружков. Сейчас, на данный момент, блин, занимайся только. Единственная проблема. Желание, да? Да, проблема теперь у детей, что они не хотят ничем заниматься. Даже вот даже к нам приходят ребята, занимаются, я говорю, вы сами прекрасно понимаете, что вам нужно хотя бы отжиматься. Да, и, честно говоря, отжиманий там один, два, три раза делают. Вот, потом уже проходит время, они 50 раз могут запросто отжаться, потому что, на самом деле, они понимают, что нужно действительно развиваться. И мы развиваем не только там, просто там научиться брейк-данс, на самом деле там очень много всего. Ну, это как бы, как большая философия, что ли. Здесь надо продумать, какой элемент сделать, где как. Допустим, в батле это вообще сложно, потому что человек выходит, показывает то, что он умеет, а твоя задача – грамотно продумать, перетанцевать его и победить. Понимаете, это очень много тоже всего, какие элементы, что именно последовательность этих элементов, пошаговые. Это все, как говорится, надо продумывать, действительно, здесь, как в математике, как и в шахматах, нужно продумывать все это наперед. То есть, да, ну и, конечно же, как вы уточнили, да, нужна такая спортивная подготовка физическая. Мне кажется, брейк-данс – это такой нелегкий вид танца, что нужно уметь как бы и на голове вертеться, да. Я вот даже почитала, есть нижний брейк, есть верхний брейк. Ну да. Вы в каком направлении обучаете больше? Мы в основном нижний брейк, power move, потому что именно здесь силовые элементы, потому что именно дети, они хотят именно стоять на руках, крутиться на голове, стоять на локтях. Какие-то такие акробатические приемы. Да, акробатические движения, да. Поэтому мы, в принципе, раньше, допустим, я вел и хип-хоп вел, и брейкинг вел, но сейчас именно самое основное, сейчас мы на что делаем упор, это на чисто брейкинг, на силовую. Потому что реально им хочется классно выглядеть. Допустим, у нас у всех, у наших учеников всех бейсболки одинаковые, допустим, у всех футболки одинаковые. И они, когда выходят, у них как бы, как понять, это как доспехи у любого рыцаря, понимаете, да? И он, когда выходит, он чувствует себя как-то очень круто. Более увереннее, да? Да, более увереннее, кажется ему, что он каждый элемент делает так нехило, делает так круто, понимаете? И от этого, на самом деле, очень приятно нам, когда мы подрастающие поколения, допустим, танцуют, и мы говорим, танцуйте как мы, танцуйте лучше нас, понимаете? Наша задача, чтобы они еще лучше научились, еще крутые элементы, потому что сравнить брейк-данс 10 лет назад, 20 лет назад и сейчас, на самом деле, очень как бы неизменно. Мне кажется, очень большая разница, да. Очень уже большая разница, потому что сейчас такие вещи делают, если 20 лет назад хотя бы один раз кто-то сделал круг, этот оборот один сделал, сейчас этих 40-50 оборотов делают, такого же элемента, понимаете? Это очень, как бы, это очень круто, но на самом деле, ну, со стороны люди приходят, как будто легко, говорит, сделать, говорит, как мне делать их, да. Нет, на самом деле, как что-то огромное такое. А на самом деле, говорит, ты пытаешься что-то сделать, какой там, говорит, там столько этого. Даже спортсмены порой, я же говорю, то, что нас приглашали во многие мероприятия, допустим, и бывает, допустим, я преподавал нашим футболистам, допустим, да, у нас, ну, как бы был такой, блогеры там приглашали, вот так всяк, давайте с нашими футболистами научить каким-то азамбрейкинга. На самом деле им было тяжело Хотя понимать, что у них физические нагрузки Намного больше Да, намного больше делают Они там бегают, у них там тренировки 5-6 часов Хотя у нас там 1,5-2 часа, ну грубо говоря Они там бегают И на самом деле какие-то вещи Вроде бы для нас это легко, а для них это очень тяжело Поэтому еще раз говорю Брейкинг, да, вроде бы как будто бы легко Но на самом деле нужно потрудиться, потанцевать Требует серьезной подготовки Да-да-да А вот мне интересно, как вы вообще решились Почему вы именно выбрали брейк-данс? Потому что 20-30 лет назад Мне кажется, мало кто вообще знал об этом направлении У нас в Уральске И в Казахстане это не сильно было развито И как бы сейчас тоже в других городах Я не знаю, есть ли частные школы Вообще есть, да Дело в том, что знаете, что интересно Вот именно когда в 2000 году я начинал Я в то время смотрел клипы Да, очень много И я смотрел, что каждый музыкальный клип Именно брали даже руки вверх взять Команды У них были танцоры Которые у них стояли брейк-данс Которые на руках Там фрезы делали Очень круто смотрелось И потом вот какая-то волна была Она до этого была в 70-х У нас я помню, ну старые Я помню, сам в школе учился И помню, у нас в дворе это с пионеров было И я помню, я слышал там Брейк, там приходишь что-то И ребята там электрикбуки танцевали Ну, робота танцевали И смотрю, кто-то там начинает циркуль делать Какие-то такие элементы Мы такие, о, классно, блин Пришли, ну как бы, да, это Но в то время Это было платно Я не помню, что какие-то деньги были Ну и сами прекрасно понимаете Ехать, допустим, с универмага Дворец школьников Это вот 38-й школа была Это далеко было, короче И вот просто я один день посижу Блин, как круто, как классно То есть вы загорелись, да, такой идеей Нет, просто в детстве Вот это я помню Но я просто в то время собирал марки Я собирал марки Допустим, разные И мы именно во дворце В дворце пионеров Мы встречались Альбомами там И вот я вот как-то зашел И, блин, мне это понравилось А потом, как раз в 2000 году Была сильная волна такая И московская команда Джемстайл Дабуги Крю Я когда их клип увидел Я загорелся Думаю, блин Потом еще американская команда Суперсоник Вот этот клип когда увидел Там, блин, это что они вытворяют Это вообще можно так ли? Да, да, да А потом сам потихоньку У меня были какие-то азы По детству я даже Когда с мамой отдыхал У нас миллиоратор был Санаторий Вот Мы с мамой там отдыхали И приезжала с Самары Какая-то группа Я помню Они в серебристых костюмах Танцевали Вот этот брейкинг Я помню Пойдемте Как бы со нами повторить Там небольшой мастер-класс Мы начали за ними повторять Они нам подарки дают Чтобы типа Классно получается И я там уже Ребят там 5-6 пацанов Давайте там И каждый вечер Мы что-то делали Потому что каждый вечер Там дискотека была И мы что-то там Ну как бы Где-то в стороночке Танцевали Что-то делали Потому что мы визуально Что-то запомнили И вот это вот Потихоньку-потихоньку В 2000 году У меня такая идея пришла На самом деле Просто я раньше Работал диджей В ночных клубах И на самом деле Я смотрю Все однообразно танцуют Как бы И хотелось что-то Что-то сделать Немножечко А вы сами на это решились Вообще Как бы что-то Или вас кто-то сподвиг Кто-то вас сподняшило Мне кто-то Я вот немного вспомнить Но кто-то говорил Блин, такие вещи Я в то время Ну сам танцевал И раз Там на руку встану Там на голову встану Там какие-то фишки сделаю Там небольшой сальто Какое-то И все Вау, классно Ты что там Кого-то не научишь И на самом деле Потом подумал Да, действительно, надо И искал ребят Себеподобных Которые в широких штанах ходили Которые слушали рэп-музыку Которые одевались Не как все Собирал я их потихоньку Говорю, давайте Будете ходить Я говорю Я зал организую И вот Собрал 3-4 человека Сперва Потом, короче О нас уже начали В школах говорить Уже приходили Что есть такое направление Да, все приходили Вау, да ну Дыг-дыг И потом И буквально через 2 месяца У меня уже в команде Было 70 человек В моей школе За 2 месяца Потому что Вот это сарафанное радио Раньше не было же Ни инстаграма Ничего И я собрал Можно сказать Возле себя Всех хулиганов школы Директора Потом уже Когда мы проводили Конкурсы Чемпионаты Мне подходили И руководители школы Директоров Говорили спасибо Мы думали Что этот ребенок Где-нибудь окажется В другом месте Но благодаря вашим Закончит не так Да Он танцует И нам это приятно Как бы И школа совершенно И на самом деле Потому что Когда человек уже Во внимании Он уже Относится к этому Немножко по-другому Когда говорят А, ой, хулиган Короче, это Совершенно по-другому А когда Ребенок танцует На сцене Он уже понимает Что на него Какая-то ответственность есть Что он танцует Что он уже Плевать уже нельзя Там, где попало Там, допустим Ну, вот есть То есть прививается к культуру Одновременно Да, вот, вот Именно Вот я и говорю То, что мы Начинали потихоньку Это делать Нашу молодежь Более культурной И вот я помню Еще я раньше Рэперами занимался Выходили на сцену Ну, а вы сами Прекрасно понимаете Что такое Такая тенденция есть Ну, даже взять Среди взрослых Никто на танцпол Просто так не выйдет Да, конечно Нужно кто-то смелый Ну, типа такого Да Нужно что-то сделать Да, допустим И наши рэперы Тоже помню Приходили на концерты Немножко где-то Что-то как-то Я подходил и говорил Ребята Вы Не на какой-то Вечеринке На тусовке К нам приходят Родители К нам приходят Допустим Те же Взрослые люди И на которых Должны смотреть И благодаря Допустим Мы должны Как воспитывать Что мы Грамотно Классно делаем вещи И поэтому Ребята Давайте так Договоримся Что вы больше Не будете Будете в нормальном Состоянии приходить Потому что Ну да Тяжело бывает Спеть песню Даже просто Любому человеку На, спой Он уже не споет Просто Да, конечно Вот И я все Тоже понимал На тот момент Что ребята Там где-то Что-то надо Пиво Для крепности Но я им говорил Ребята Но если вы Сейчас мы Это будем делать Нормально То будет На протяжении Трех-четырех лет Я таскал с собой Рейверов Можно сказать Проводили Различные конкурсы Тоже Государство Там Спонсоры Помогали Мероприятия Я вам скажу Что мы В год Двенадцать мероприятий Делали Представляете Это каждый месяц Мы что-то делали Да И очень было круто Я с удовольствием Готов и сейчас Это делать Но вы прекрасно понимаете Что это Но у вас уже Целое объединение Да Подготовка Нет Это еще Просто это Финансово Просто сцену Построить Лед-экран Светомузыка Там Людей Это же все Деньги Ну Естественно Мы живем За спонсоров Но мы Такого не одолеем Я Ну я так думаю Что придет время Что на самом деле Нас поддержат И на самом деле Будут сказать Ребят Давайте Развивайтесь Мы только за Все расходы Берем на себя Пожалуйста Нам главное Чтобы сейчас Молодежь Именно занималась Культурой Занималась танцами Они проводили Где-то что-то Как-то Вы сами прекрасно понимаете Если ребенок Просто у него Он ничем не занимается Целый день Естественно У него В голове что-то другое И он Не с той компанией Связывается И получается Все проблемы Начинаются Вот от этого От того что Много свободного времени Которого они занимаются Сейчас на данный момент Нужно ребенком заниматься Отправлять в разные секции Платные Бесплатные Сейчас их валом Отправляйте Час туда Час туда День День И по крайней мере Ребенок Уже будет нормально Развиваться Мы допустим Нашей организации Тоже Мы делаем так Чтобы дети Мы не только брейк-данс Обучаем У нас каждую среду Футбол То есть у вас Другие направления У нас есть Другие направления Именно мы хотим Чтобы наши дети И родители Понимали Что мы не только Брейк-данс Только качаем Или еще что-то Мы хотим Чтобы они физически Были развиты Умственно были развиты Мы участвуем На разных Различных мероприятиях По шашкам По шахмату У нас ребята есть Которые очень хорошо играют Есть ребята Которые участвуют По зимним видам Спорта Понимаете То есть у вас Большинство видов спорта Которые есть Чем можно занять ребенка Это все есть В вашей молодежной организации Да, да В нашей организации А также мы еще Делаем различные Небольшие концерты Потому что У нас у каждого У ребенка То есть Кто-то хорошо поет Играет на инструментах Свои таланты Понимаете, да И мы вот В ближайшем будущем Мы хотим провести концерт Мастер-дэнс Именно ребята Не только брейк-данс Будут танцевать Они будут еще петь Играть на разных инструментах Потому что, знаете Честно говоря Оказывается Дети у нас очень-очень развитые И также рисуют хорошо Мы часто проводим Конкурсы рисунок То есть, да Вот это наша задача А вот расскажите Как вот родители Когда дают Они не боятся За то, что Ребенок может получить травму При изучении Того или иного элемента Просто, допустим Даже на видео смотрите Да Как он крутится Мы сейчас Это на данный момент Да, вот Нурлан тренер Да, допустим Да, у нас есть Наурос Есть еще там Пару тренеров Которые, да Действительно Мы уже Все это В начале Все это прошли Эти синяки Все, где Нет, ну синяки Мне кажется Они в любом случае Будут Нет, это будут Ничего страшного Да, это Просто главное Делать то, что Говорит тренер Если действительно Ты там Если ты Ты можешь выйти на улицу И как говорится Себе что хочешь сломать Поэтому Здесь у нас совершенно по-другому И мы, естественно У нас с первой идет разминка 10-15 минут У нас разминка идет Мы говорим, что Каждую разминку Вы должны делать Утром встали Неважно 5 минут уделите на разминке И вы целый день Будете себя бодро чувствовать А когда Приходят К каким-то сложным элементам Мы, допустим Спрашиваем Какой ты хочешь элемент Если он понимает Что он Это сложный элемент Мы делим на несколько этапов Потому что этот элемент Он как бы Не так его сразу сделаешь Его делишь на этапы Сперва Стойки на руках Потом как правильно Там на плечо падать Потом из этого выходить Вот эти вот моменты Потом мы уже Первый, второй, третий Шаги делаем И уже за счет этого Начинают ребята крутиться Получается При правильном подходе При грамотных преподавателях Будет безопасно Минимизация таких травм, да? Да, да Ну, конечно, все их не исключить Но в любом случае Конечно, при правильном Выполнении техники Если слушать тренера Все получится Да, естественно Мы стараемся Чтобы на тренировках Кто-то есть Если мы видим Что мальчик пришел Только новенький, допустим, 2-3 дня И он пытается Что-то там Какие-то сложные элементы Он говорит Слушай, рано Ты в каком классе учишься? Он говорит Во втором классе Я говорю Ну, ты же сейчас не можешь Пойти в 10 класс Правильно говорю? Вот здесь точно так же Ты со второго класса Ты должен потихоньку Потихоньку дорасти До этого уровня Когда ты будешь крутить гелики Когда ты будешь крутиться На голове Вот это все время А с какими лет Вы принимаете свою студию? Во сколько Мы детей берем От 6 лет и старше От 6 и разницы нет До 25 И хоть 35-летние Потому что бывает у нас Как бы индивидуальные Говорят Вот я на свадьбу К другу собираюсь Мне что-то надо Такое удивить Обучить, да? Вот приходят, допустим Мы даем там разовые Какие-то тренировки Допустим, то же самое Поэтому, в принципе Мы только, да Мы только Наши двери всегда открыты Любой, кто хочет Соприкоснуться Что такое брейк-данс Поэтому Велкам У большинства людей Было представление Что брейк Это все равно Более мужской вид спорта Но я вижу Из ваших учеников Есть еще и ученицы Как бы, да? Да, у нас их Человек 10, наверное Девочки То есть Девочки тоже посещают Да Вот у нас есть Сабина Кстати, мы вот недавно Ездили в Алмату Она взяла первое место Red Bull BC1 Проводит ежегодный конкурс На лучших брейк-дансоров И Девчонок Big Girls И вот она Как бы Заняла первое место Мы единственные Просто единственные Не смогли поехать Через неделю Уже Был отбор на Францию Единственное То, что Во-первых Я как тренер Меня не отпустили с работы Естественно А ее родители Без меня Не могли отпустить Нам, потому что Даже Red Bull BC1 Готов было И перелет И оплатить туда-обратно Короче Во все Взять на себя Все расходы Очень жалко, что не получилось Да, ну вы сами прекрасно понимаете Когда человек Ну, как бы На работе Ты немножко подвязан Нас отпустили Как бы так и так На этот конкурс Мы уже все Мы уже все Победили уже Как бы Но Мы сами прекрасно понимаем Что здесь тоже Работа Есть работа И мы подумаем Что давай Немножечко еще Потренируемся Чтобы реально Там очень сильные девчонки есть Которые, да Мы, возможно Будем участвовать Но можем и не пройти Поэтому мы Как бы Пришли к тому Что давай еще подготовимся А вот на следующий год Мы уже будем Как бы Полноценно Двигаться вперед Участвовать Да Вот поэтому А какого возраста Был этот конкурс? Этот конкурс Вообще Там разные Имеется в виду Просто девчонок Там было мало И поэтому Девчонок сделали в один Понимаете То есть она В женской категории Они в женской категории Да, участвовали Там просто Самый старший Было 25 лет Допустим Сабина у нас Ей 14 13 лет, да? 13 Да, 13 13 лет, да Допустим И все Мы сами понимали Что там девчонки Там, которые Мы же Отбор в Алма-Ате проходили А до этого В Астане проходили Там очень сильные девчонки Тоже прошли В Актюбе Было тоже Тоже мы видели Как бы уровень девчонок И мы понимали Что Ну, мы можем пролететь На тот момент И я говорю Давай так Вот немножко Давай подготовимся Немножко Тебе надо еще Подвигаться вперед Ну, а в дальнейшем В следующий чемпионат Поэтому Почему бы и нет Будете с удовольствием участвовать Да, конечно И все А вот экипировка Должна быть Какая-то особая Они как-то должны Готовиться Покупать какую-то одежду Может на коленики Вы знаете Ну, как бы Здесь опять-таки У нас Как бы Незатратный вид спорта Как хоккей Допустим Там амуниция Сколько стоит У нас вот Одинаковые футболки В мастер-дэнс Там 6 тысяч тенге стоят Бейсболка Мы стараемся Чтобы у нас Все одинаковые Мы вот Специально взяли С Москвы нам Заказали Потому что В Казахстане Продажи нет А вот я имею ввиду Именно в плане защиты Это зависит Все от человека Сам Чего он Да Если он крутится Какие-то вещи Он на локотники берет Он понимает Что он Ага Я падаю Постоянно на колени Что-то Допустим Кто крутится на голове У него есть Определенная шапка Допустим Он покупает шапку То есть Специально Все равно Надо что-то приобретать Да Что-то есть У нас Есть Как бы В интернет-магазинах Тоже есть Для бибоев Именно Кому что нужно Поэтому Некоторые могут Ну как бы Сами сшить Это Ваш интернет-магазин Нет-нет-нет Это не наш Есть Просто По России Казахстан Как бы работает Именно По таким направлениям Просто допустим Ну ради того Чтобы Сэкономить Какие-то финансы Возможно Мама классно шьет Да Допустим Она это сможет сделать И не проблема Поэтому Есть такие моменты Я Дагаров Тимирхан Сколько тебе лет? Мне 10 лет 10 лет Сколько ты занимаешься Брэгдансом? С 5 С 5 лет То есть ты уже 5 лет Профессионально Да Можно сказать Занимаешься Таким видом танца Да Расскажи Что тебе интересно Больше всего В брэгдансе? Почему ты пошел Именно на брэгданс? Ну Потому что Мне Мне Понравились Элементы Там А вот про элементы Можешь что-нибудь Рассказать? Я знаю Что есть 4 элемента Да? Которая формирует брэгданс Это топ-рок Даун-рок Силовые трюки И фризы Да? Да Это база Это база Да Это база Ну он наверное Не сможет сказать Там Руан может сказать Да Более повзросленно Есть Рассказать про базу Да Давайте Есть определенные Базовые элементы Это уже посложнее Это уже посложнее Несколько секунд Несколько секунд В каких-то положениях На локтях На руках То есть он Может Открутиться На голове И замерить И в каком-то моменте В танце Он например Встает на руку Либо Встает на локоть Да Фиксирует И дальше продолжает То есть это и Составляет общий То есть танец Топ-рок Фут-ворк Фризы И пауэр-муф То есть 4 основных элемента Вот Поэтому В принципе Танцор Он каждый Должен владеть Этими направлениями То есть в общем Не только например Топ-рок Или фут-ворк А мы обучаем полностью Чтобы он владел Как базовыми Так и силовыми элементами Тогда и танец у него Будет именно Красочным Ярким Зрелищным Вот А сколько лет Вы занимаетесь Танцом? Я занимаюсь С 2005 года То есть я сам С Доринска С поселка Там я начинал У меня тоже Были тренера Первые Там кружок Тогда еще В 2005 году Когда я начал Ходить на кружок Так же Вот Но Занимался я С тренерами Недолго Два года Меня Ну как бы Обучали тренера Потом команда Так получилось Что распалась И Дальше я уже Продолжил сам Так же По видео урокам По Всяким клипам То же самое Дома Сам начал практиковаться Ну Где-то Уже более серьезно С 2011 года Я уже занимаюсь Так же Сюда в город Уже начал приезжать На тренировки И вот Примерно Уже На протяжении 10-12 лет Я профессионально Занимаюсь Так же Участвую На многих Чемпионатах Ну вот С командой Выезжаем Отдельно Участвую Участвовал На таких Проектах Как Беле Казахстан Танцы ТНТ Ну в кастингах Для Саморазвития То есть Для опыта Тоже очень помогает Когда ты танцуешь Обучаешься И в разных направлениях То есть Не только брейк А пробуешь И другие стили Что-то новое Пробуешь Для себя Для именно Прокачки Своего танца Вот Для импровизации Тоже полезно Именно танцор Когда не только В одном направлении А еще и пробует Другие стили Это очень тоже И для себя интересно Попробовать Вот Не волнительно Было участвовать На ТНТ Да Я вот Проходил Кастинг в Самаре Это Я сейчас не помню 2014 Вроде бы год был Я поехал на кастинг Но там я кастинг Не прошел Так как Была Постановка Классических танцев Ну то есть То есть Вы до постели Нуда не подходили Да Я свой танец Именно по брейк-дансу Номер показал В принципе А дальше Уже я этапы Не прошел Вот Но для опыта Это очень прикольно Было интересно И там Увидеть Тоже танцоров Разных стилей Совершенно Там очень много Как и классические Так и Другие современные Хип-хоп Там Паппинг Локинг Все стили танцев были Да И там же И так же И парни И девушки участвовали То есть И командные тоже были Выступления Для себя Это очень круто Когда есть возможность Поучаствовать В таких Конкурсах А давление Допустим Со стороны Ожиданий Такого Да Бывает Когда Говорят А почему ты не едешь Допустим Почему ты в Уральске Там Едешь на международный уровень Не хочешь ли ты попробовать Чего-то большего Конечно Есть Но В принципе Тут Как бы Смотришь на то Что И по возможностям И Ну как бы Особый смысл Такого нету Куда-то там В большие города Уезжать Там Начинать опять Все заново Ну как бы И знакомства Заводить То есть Поэтому я Для меня Например Лучше Здесь Как бы Уже На месте Практиковаться Развиваться А так В принципе Конечно Можно выезжать Мы выезжаем Стараемся Каждый год Там Либо в Алмату Выехать Либо В Россию Например В Москву В дальнейшем Тоже На соревнования Да Конечно Это В принципе Этого никто не отменяет Можно тренироваться В любом городе Но также ездить Именно для участия Потом дальше Приезжать в свой город И дальше развиваться Сам Также и обучать Передавать опыт Нашим ученикам Ну в любом случае Когда вы участвуете В различных конкурсах Допустим Даже международных Да там опыт большой Что-то может для себя Для опыта Да Там очень большой опыт Так как танцуешь Например С танцорами Уже С топовыми С мировыми Там звездами Также мастер-классы На практически Каждом Чемпионате Большом В рамках Конкурса Проводится Мастер-класс От судей От приглашенных Танцоров Вот мы стараемся Именно Посещать такие Чемпионаты Где именно Не только участвуешь На чемпионатах Как танцор Также получаешь Прохождение Обучение Мастер-классы Это очень важно Потому что ты Именно Перенимаешь опыт От уже Звезд Можно сказать Танцпола Звезд Мировых Бывает Часто сейчас К нам в Казахстан Приезжают Приглашают Мировых звезд Брейк-данса Тех Которые уже Судят Чемпионаты мира Которые уже Занимали Первые места Во многих Международных конкурсах Вот от них Очень круто Получать обучение Это наши ученицы Расскажите О себе Микрофон Меня зовут Дагарова Тияра Мне 8 лет Я уже давно Брейк-дансом занимаюсь Нравится тебе Брейк-дансом заниматься? Они умеют играть На добре Они умеют танцевать Ну и еще В различные Кружки ходят Поэтому я хочу Им передать То что На самом деле Показать К примеру То что Да действительно Дети вот как классно Занимаются И на самом деле Могут что мальчик Что девочка Что самого интересного Брейк-данса Расскажи Что тебе больше всего Нравится в танце Микрофон ближе Мне нравится гелик Особенно Это легкий Элемент И фриз И фриз То есть ты любишь Замирать на секунду В каком-то Определенном положении Да? Да Меня зовут Кабанки Дмитрий Мне 14 лет Заниматься я начал В 2018 году Занимался до 2020 Как раз до начала Пандемии Потом я буквально Даже Уже забыл Что существует Этот вид спорта И даже когда Вспоминал Не было особого Интереса И буквально Пару месяцев назад Я начал приезжать Сюда в город То есть ты живешь В поселке Получается? Да В каком? В Трекино В Трекино Там тоже есть Ваша школа Ваше отделение Где можно заниматься Врагдансом Ну у нас вообще Нурлан и в Трекино Преподавал И в Даринске Преподавал Просто на данный момент Сейчас просто лето Как бы ребят Как бы особо нет Но мы с сентября Наверное Может быть Возродим Либо ребята будут Сюда приезжать Потому что доступнее Здесь в городе Им заниматься Потому что Вы сами прекрасно понимаете Что бывает зачастую То что нет Помещений Именно для того Чтобы заниматься Так кстати Актуальная проблема Поиска помещений Как вы вообще? Да Ну на данный момент Просто мы как бы Арендуем все эти помещения Ну так же мы работаем И с государством Центрами школьной работы Допустим Развиваем детей В городе Работаем В 20-й школе Я работал В СОЖ-20 Там тоже очень много Отдаренных Хороших детей Красивых Да Зачиганск район Но ничего страшного Классно Ребята там уже Занимаются очень хорошо У нас в центре Потом вот Нурлана развивается У нас в Даринске Допустим В городе Также у нас в Мичурине Есть отделение Мичурин у нас Наурос преподает Поэтому все Кто у нас в районах Поэтому Велком Пожалуйста Занимайтесь Главное желание Мастер-данс Уральский Инстаграм Ютуб-канал Школа брейк-данса Найдите В любом случае Сейчас просто бывает Такое то Что Мои старые ученики Ну которые занимались Может лет 10 назад Заработать деньги Пытаются открывать Что-то как-то Своё частное Да Своё частное Пытаются что-то делать И я не знаю Просто смысл Никуда Никаких конкурсов Они не проводят Пытаются срубить денег Как говорится Но здесь Не мотивация и деньги Здесь надо Именно первое Строить то Что это Популяризация Вида спорта На это много денег Не заработаешь В любом случае Конечно Если это делать То делать с душой Вот Вот это Если у тебя Коммерческая душа Там делать нечего Просто И все просто люди Доверяют мне Своих детей Потому что Они знают Что на протяжении Сколько лет занимаются Они говорят Блин Сагандыка Вообще Я просто в шоке Ты 23 года Этим занимаешься Ты просто отдал Как бы Столько Жизни А не бывает Таких моментов Эмоционального Выгорания То есть Постоянно отдавать Себя Вот это Дело Не знаете Такого Бывают такие моменты Что иногда Надоедает что-то Как-то Но на самом деле Ты думаешь А что ты хочешь Вообще От этой жизни Ты себя Переспрашиваешь Да Ну давай Иди на другую работу Давай так же Просто Когда ты с детьми Работаешь Совершенно по-другому Понимаете На самом деле Возможно В каждой работе Бывают такие рутины Моменты Да Бывают где-то Но просто нужно отдохнуть Я допустим Делаю так Я уезжаю куда-нибудь Отдыхаю Неделю Десять дней Приезжаю С новыми силами Как раз Ты когда отдыхаешь У тебя голова начинает Как же дальше развивать Как же еще Что-то лучше сделать Понимать То есть Вы вроде как отдыхаете Но все равно Думаете о работе Ну бывает Что иногда Как это Об этом не думать А в молодежи Тем более Когда у тебя За плечами 23 года Допустим Вот этого всего И ты в любом случае Понимаешь Как дальше развивать И так думаешь Где бы найти инвесторов Где бы найти спонсоров На дальнейший конкурс Понимаете И на самом деле Главная задача То что Мы на самом деле Вот эти подарки Которые нам дают Мы так же детям раздаем Вы даже посмотрите Любые конкурсы Мы стараемся Чтобы мотивационно Раздавать велосипеды На каждом конкурсе Спасибо нашим людям Которые нас постоянно поддерживают Дают нам велосипеды Говорят Надь От наш подарок Вот постоянный велосипед будет Понимаете Это очень круто Очень классно Чувствуется поддержка Посмотрите велосипеды Картины Медали Это все стоит денег Просто многие Может быть возможно Не понимают Что даже организовать Какую-то крутую тусу Нашему нужно Около полумиллиона Тенге допустим А не так просто И на самом деле Просто Главная задача Еще раз говорю Вот видите Скайджан Батут Попрыгали целый день Это тоже кайф Классно же Когда дети развиваются А детям что Вот мы допустим Тоже самое Огромное спасибо Тоже Наржанару Поддержали местные производители Также мы их Максимально тоже Поддержка Даешь Когда бесплатно Бутылка Когда даешь Упаковку Дети как радуются Там Доброкола Там Миром И просто Как бы этот Просто на самом деле Дети Вот вроде бы Этот Вроде бы мелочь Но приятно Да Это очень Поэтому из этих На самом деле Мелочи И строится Большое Большое дело Вот И на самом деле Вот у нас ребята Я им тоже Горжусь Потому что наши ребята Там где-то Ребята Давайте сходим Потанцуем А давай все пришли Потанцевали Очень кайф Меня зовут Масолитин Радмир Я Мне 12 лет Я начал заниматься С 11 лет В 2021 году Начал я заниматься Потому что Еще Когда-то В 18 году Я увидел Шоу по ТНТ Танцы называлось Мне кажется Мы все смотрели Это шоу Я увидел Там Мальчика Моего возраста Который танцевал Очень даже круто Танец Брейкданс Да И вот я Маме Говорил Что Можно я пойду Найди мне где-то там Кружок Какой-нибудь И вот В 2021 году Я возвращаюсь С улицы И мама мне говорит Я нашла тебе Кружок По брейкдансу И я сразу Обрадовался И уже На следующей неделе Получается Я уже начал Активно ходить А как тебе вообще Что тебе больше всего нравится Мне нравится Вот Сам Пауэр мув Он Очень Выглядит Круто И На данный момент Я учу Из пауэр мува Элемент гелик И Очень разные фризы Изучаю А подскажи еще раз Что такое пауэр мув Пауэр мув Это крутящие элементы То есть ты любишь Крутиться на голове Силовой И получается Уже Довольно давно Я обучаю Элемент гелик Который Для меня Пока что Очень сложный А что это Что за элемент Расскажи Это Получается Там Встаешь На локоть Ну Упираешь Локтем В живот И Спускаешься На спину И вот так По кругу Каждый раз Крутишься Вокруг себя Можно сказать Только на лопатках Только ноги Крутятся вверх Только на лопатках Ты перекидываешься Ну я Представить Представила Но мне кажется Это очень тяжело В плане Исполнения Да Там много Очень Вот Вот элемент Гелик Девчонка Сейчас делает Допустим Сабина У нас тоже делает Много очень элементов Пауэрбова И каждый элемент Очень прекрасен Каждый элемент Он делится На разные Названия А вот как-то дети Они сами Миксуют все Вот эти движения То есть Нет какого-то Определенной Последовательности Здесь как бы нет Мы просто Когда даем Базовые элементы У нас они есть Допустим В каких-то Базовых элементах Допустим Вот этот вот Делик Вот он делает Видите Допустим Это включение на голове На самом деле Просто здесь уже Ребенок сам выбирает Что ему По силу Потому что Это же не каждый Может допустим Делик сделать Там нужно Понимать Что тебе надо Отполкнуться Что тебе надо Ноги На шпагате Сделать Как-то более Более хотя Приближенный К шпагату Потому что Мы им объясняем Что это ноги Как у лопасти У вертолета Вот они должны Крутиться Вот он же поднимается За счет Эффекта За счет То что быстро крутишься То же самое Любой элемент Это зависит от того Ноги быстро крутятся У тебя тело взлетает То же самое Это вот Как бы взять Ноги, руки Поэтому Да, элементов Очень много Они И называются По-разному И даже Делаются По-разному Но если Ты элемент Ну как бы Мы говорим сразу Ты брейкер Ты должен учиться Гелик Гелик Это твоя визитная карточка Должна быть Ты гелик умеешь То есть эффектно Появиться надо Да И все Ты гелик умеешь А остальные элементы Дальше Они сами Как говорится Уже потихоньку Если ты научишься гелик Там и научишься И бочку научишься И флайер научишься Потому что все это Крутящие элементы Все вокруг себя Крутишься Только работают Ноги Руки Ну естественно Голова Допустим Кручение на голове Хайт спин называется Кручение на голове Допустим У нас тоже Ребята есть Вырослые Просто сейчас на работе Мы их тоже никак не можем На тренировки перевязать Отдали этого Они уже отдали По 7 лет По 8 лет Отдали брейкингу То есть они уже 7-8 лет занимаются Да Они очень профессионально Как бы занимаются Выезжают тоже Когда Допустим У нас есть чемпионат Казахстана Мы максимально стараемся И взять детей Для того чтобы Они визуально посмотрели Посмотрели Как это происходит Да Потому что В любом случае Когда ты едешь На какой-то конкурс Ты понимаешь Ты еще растешь Понимаете Когда увидишь Блин я так хочу И начинает У него мотивация Еще круче появляется Понимаете Все познается в сравнении Когда ты видишь Да Другие участники И на самом деле Ты уже понимаешь Что там Блин Этот щегол Так умеет танцевать Блин Я им проиграл А я там Как бы уже сразу Сед Значит нужно Как-то вот это К следующему конкурсу Надо будет вот так вот Подготовиться Подготовиться Да Поэтому и стараемся Часто мы делаем у себя Допустим Джембаттл Устраиваем Делим на две команды Для того чтобы Правый и левый И они друг с другом начинают Кто круче Кто лучше Понимаете Это вот азарт Это красота Еще вот Вот это вот Главная задача Еще раз говорю Что занять детей Чтобы на самом деле В это Чтобы они не сидели В телефонах А развивались Да Можно сказать Период Такой их детский период Потому что Они не знают Либо компьютеры Либо еще где-то Ну Играть в какие-то Игры Либо зависать Где-то на улице Просто там Ходить с пацанами И как бы Особо ничего не делать Ничем не заниматься А если бы мы сейчас Да вот так вот Детей возьмем И в неделю Раз, два, три Будут где-то заниматься У них уже будет Да действительно У них уже будет Направление Мы на самом деле Делаем направление Даем им направление А дальше Они сами развиваются Вот допустим Мы как бы Мы хотим Чтобы наши ученики Были чемпионами Казахстану Потому что Сейчас Олимпийский вид Спорта Брейкинг В 2024 году Да В 2024 году Пройдут первые Олимпийские игры Во Франции Вот Поэтому Это уже О чем говорит То что Уличная какая-то Субкультура Которая на улице Занималась Сейчас с этим считается Переросла в новый Спорт Да И они понимают Что мы аудиторию Хорошую собираем Потому что на самом деле Даже по показам По этим Даже можно будет Посмотреть Любой какой-то Чемпионат В стиле брейкинга Оно очень Как бы всех Завораживает Очень круто Поэтому мы Хотим Чтобы на самом деле Наши вот ученики Кто-то Был в дальнейшем Очень крутым Спортсменом Застигали Больших высот Да Чтобы мы увидели Там на педестале Там выигрывал Первые места А это на самом деле Это все возможно Потому что наш Казахстанский Амир Допустим Он первое место Он котирует сейчас Везде по всему миру Понимаете Флаг Казахстана Во всех Где он участвует На чемпионатах Мирах Он забрал Первое место Сейчас он Очень топовый Очень круто Да Вот поэтому Это еще раз Дает нам стимул Дальше развивать Наш Казахстан Ну спасибо вам большое Что вы пришли Желаю вам Всем творческих Высот Достигать Надеюсь Что школа Будет дальше развиваться И вы порадуете нас Красивыми мероприятиями Которые будут проводиться Всего вам самого наилучшего Да Огромное спасибо Что пригласили И я думаю Что сегодня дети Многие первый раз Здесь сегодня Я думаю Что им еще будет Мотивация В дальнейшем Заниматься круче И также появляться на сценах Я говорю еще раз Сейчас приглашают Именно сейчас В Алмату В Астану Давайте у нас тоже Молодежь развивать Но мы надеемся Что именно Мастер Дэнс Постараемся По всему Казахстану Чтобы он был номер один Спасибо всем Я хочу Передать привет Всем своим Знакомым Друзьям Родителям За то Что они меня поддерживают Я хочу им сказать Спасибо За то Что они конечно Оплачивают мне тренировки И что благодаря им Я сейчас хожу На этот замечательный вид спорта Круто Спасибо Молодец Всем привет Спасибо Что вы меня поддержали Папе Маме Спасибо вам Друзьям Что вы меня поддержали Хотел бы пожелать Также молодежи И детям В принципе Чтобы они Самое главное Занимались тем Что им нравится Что им по душе Конечно же Опять же Наша задача Это пропагандировать Здоровый образ жизни Активный образ жизни Вот Занимались спортом Разными видами спорта Как и там Танцами Плаванием Легкой атлетикой Ну то есть Были активными Самое главное Ну конечно Больше Чем больше движений Тем и Как думай Нация здоровее будет Поэтому Потому что дети Наше будущее Самое главное Вот в принципе Чтобы вели здоровый Активный образ жизни Именно подрастающего поколения Спасибо вам На этом мы заканчиваем Нашу передачу Пусть этот день Для вас Наши дорогие телезрители Будет плодотворным И насыщенным До свидания И до встречи В эфире Редактор субтитров А.Семкин